Под конец года открылась станция Электрозаводская московского метрополитена. Конечная станция Некрасовской линии в будущем БКЛ. Будет связана прямым переходом на Арбатско-Покровскую линию и наземным переходом на третий диаметр. В планах по развитию прилегающей территории строительство пешеходного моста через Яузу. Он соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные. Мост предполагается возвести из легких современных материалов и остеклить полупрозрачным поликарбонатом. Благодаря ему метро станет доступнее для жителей нового жилого комплекса резиденции архитекторов. Также в границах котлованной станции строят подземный паркинг, рассчитанный на 64 машиноместа. Завершить строительство планируют в 2021 году. Мы приехали на Арбатско-Покровскую. Поднимаемся наверх, обходим здание с левой стороны, то есть поворачиваем направо. Проходим сквозь туннель, с которого можно выйти на ЖД-платформу. И остается перейти небольшую дорогу. Она настолько маленькая, что все перебегают на красный. И нас встречает полукруглый вестибюль из красно-серых панелей. На фронтальной стороне сделано стекло, за которым видна надпись. В стилистике шрифта, как у электронных часов что ли. Он же будет встречаться нам и на платформе. Изнутри видно, что надпись подвешена на балках. Заходим внутрь и посмотрим на вестибюль. Глубина заложения станции составляет 20 метров. На нее ведут 4 эскалатора. На противоположной стороне панорамные окна. Заметно, что светильники хоть и круглые, но все же отличаются от тех, которые на переходе с Савеловской или на Петровском парке. Спустившись, мы попадаем на второй этаж станции. Этот длинный коридор идет по левую сторону. В середине появляются лифты на платформу. Что больше всего выделяется, так это круглые сквозные проемы, в которых установлены светильники. Точнее, он установлен внизу и имеет полукруглую форму. Сверху свет просто отражается. Также есть защитное ограждение в виде металлической перегородки. Здесь можно организовать место встреч, наблюдая за движением поездов. Спускаемся на платформу. По двум сторонам выделяются два экрана о времени прибытия поезда. На левой путевой стене видим сплошной оцинкованный лист. И надпись станции в виде множества заклепок. Обязательно надо показать лавочки, а не здесь темно-дубового цвета. А теперь переходим к правой путевой стене. Ее украшает масштабное историческое панно «Битва героев». По длине занимает всю платформу. На стене запечатлен образ защитника Древней Руси. Композиция состоит из 570 панелей. Когда стоишь близко к рисунку, сложно рассмотреть, что на нем изображено. Чтобы понять это, надо отойти чуть подальше. Опять вешают указатель, что прохода нет. А какой смысл, если туда идет пересадка? Люди ведь все равно пойдут туда. Переход будет находиться посередине станции. За этим плакатом «Метростроя». Вы обратили внимание, что два поезда приезжают в одном и том же направлении? Дело в том, что пути для оборота расположены перед платформой. Например, два состава стоят на станции. Один уезжает под оборот, один на Лефортово. Следующий с Лефортово прибывает на станцию, а предыдущий выезжает из тупика и следует под посадку. На этом у меня все. Всех с новым 2021 годом. Субтитры создавал DimaTorzok